всем привет ребята купили samsung телефон новенький galaxy a14 64 гига с вами его распакуем подключим вот такой выглядит три камеры это из бюджетников до 200 до 200 евро скажем такой вот он есть сейчас я только буду что вот не единственное сразу не понравилось что этих бюджетников не ставят саму зарядку только провод зарядку мне пришлось заказывать с алика вот и заказал 15 вольтовая быстрая зарядка и видите у него этих новых тоже идут оба конца тайп си поэтому мне приходится пользоваться другом проводом чтоб с usb боба ну я закажу с алика тоже тайп си вот это есть также я вот и подготовился это с gsm arena чтобы вы видели что я не как говорится не разбираюсь настолько в этих телефонах ну 13 android стоит 50 мегапикселей 4 гигабайта рам моей модели но до 8 есть и 64 у него гига встроенная память octa core все вроде должно плюс-минус не так что полетать но но скажем должен убить нормалек но 15 вольтовый и литий аккумулятор 5000 миллиампер вот это так чтоб вы знали также сразу заказал нюкси о мужскую карточку над 256 гигов с адаптером кстати ссылки вам оставлю на вот это все по дешману быстро пришли также чехол заказал чехол такой подороже чтоб прицени царапать не убивать ведь тут уже такой вот чехольчик с карточками сердечко тут карточки можем ставить вот такой неплохой туда да подстегнул чтоб не разбить его кстати можно сразу его и запихнуть проверить подходит ли то как знаете у китайца все бывает не по размеру хопс залез видим все разъемчики все есть камеры видны и и об закрыли можно его не бояться все выпадет даже ничего не должно что это заказали заказали сразу защитные стеклышки сразу такой трехкомплектный и стекла шли это тоже по хорошей цене и наклеим тоже покажу как будет выглядеть ну а вот еще с чехлом и фото как говорится чем можно тыкать обычно этими пенами не пользуюсь не нужно но сам мобильник такой и дальше будем включать и как это показывать что он может по фото по видео и сравним с более дорогим но то что у меня есть на то что я снимаю берем поставим сразу перед тем как включать мобильник сразу это карточку памяти ставим посмотрим эти два слотика две симки можно то есть тоже поставить надеюсь что ксиоми вроде в ксиомовском покупал это стекло тоже наклею попробуем вот чтобы она где-то так вот будет выглядеть на нем вот так довольно такое толстенькое посмотрим защита есть защита но наклеил получилось как получилось более-менее мобильник и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Ну и что я могу в конце сказать про этот телефон? Вот за до 200 евро телефон очень неплохой, работает все быстро, без заминок, как говорится, все включается. Есть фишек, да, у них есть свой Galaxy Store тоже, ну именно Samsung, где там эти тоже все игры, как Play Market. Также есть, что я раньше не видел, такой Gaming Hub, и тут ты игры можешь играть сразу, не скачивая игры, просто как говорится, включаем и он сразу Instant Play и играть, то есть не надо тебе игру скачивать на мобильник. Тоже прикольно. Ну и для тех, кто там хочет сильно разбирается, есть вот это, может проверить CPU, GPU, то есть скорость мобильника и где он сразу сравнивает с другими мобильниками. Ну вот, попробуем провести тест, сначала CPU, включаем и это где-то длится до 10 минут проверка. Ну вот он закончил тестировку и вот у нас цифры есть. Чем больше цифры, тем лучше, ну вот он сразу показывает модель, материнскую плату, какой процессор у нас, сколько там ядерный, ну вот вся эта информация, вот например, кому это интересно, все тут есть, сколько там мегапикселей в секунду, сколько там он там, это все мегабайт, ну интересно, да, кто разбирается. Также потом есть, он сравнивает ваш, уже по другим мобильникам, вот он, мой набрал 693 по этой статистике пункта и вот мы видим, например, там ближе всего, начиная потом Samsung Galaxy A52s, которые стоят 500 евро с чем-то, а мой стоит даже меньше 200, может где-то 190 стоит, так что ну, если так сравнивать эти новой категории, не так плохо, понятно, там потом Google Pixel, который уже там, или Samsung Galaxy S23, который там полторы штуки стоит, там понятно будет, производительность все еще круче. Мультикор идет, тоже видим, также вот там, ну, можно вот по этим телефонам посмотреть, но Xiaomi Poco X3 он тоже будет намного дороже, чем мой, так что в принципе не так плохо. процессор проверили, и теперь давайте проверим графический процессор, и также это будет занимать где-то до 10 минут проверка. Ну, он, графический процессор он тоже проверил, ну и тоже, соответственно, мы видим, что тут на нем, как тут на нем. и вот эти платформы тоже, вот опять же, то, чего какие-то пикселя в секунду и все, и также опять же идет сравнение по графическому, еще 236 и опять же вот этот Galaxy, который 500 чем-то стоит, конечно, перебивает. Ну, я говорил, в районе до 200 евро телефон неплохой, так что вот можете пользоваться этой утилитой, вот такая она называется, Geekbench 6, и можете тоже так проверять телефон. А так вот, вы видели качество съемки, качество фотографии, что я обычно все неплохо, скажем, работает все довольно быстро, видите, все включается, то есть мы хотим, что-то быстро можем включить что-то, но нет такого, что там что-то подвисает, все быстренько работает, рекламы не было, вообще был бы идеальный, так что, ну, все включается, звук хороший, все, они быстро вышли, быстро вышли, там зашли, например, тот же ТикТок, вот тоже, оп-хоп, все работает, все работает нормально. Ну, так что, так, мой непрофессиональный обзор насчет этого телефона, да, и чехол, кстати, все ссылки оставлю и на чехол, и все, неплохой чехольчик, все работает, также этот мобильник можно с пальца открывать, с лица Face ID есть, ну и с пин-кода, ну, как и у всех телефонов, ну, сравнивал по фоткам и видео с этим Nord телефоном, который дорогой тоже, 500-600 евро стоит, так что, ну, другого у меня нету с чем сравнить, поэтому, на тот, который я сейчас снимаю, так что все, ребята, если какие-то вопросы, пишите, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok